Спасибо Александру, спасибо всем, кто говорил о том, как мотивировать айтишников, каким образом нас надо поддержать. Я целиком и полностью согласен, что мы все ждем поддержки с дешевыми деньгами и с отсрочкой от армии, которая будет соответствовать с льготными ипотеками. И у нас тоже приходили ребята, которые спрашивали, куда надо документы подавать, чтобы уже льготные ипотеки получить. Я хотел бы буквально про мотивацию сказать, что айтишники – люди творческие, и если зарплата находится в рынке, а у нас у всех, я уверен, она в рынке, и даже Ростелеком, который, возможно, может держать выше рынка, он справедливости ради делает это в целом в рынке, то в этом случае эта зарплата лишь 25% определяет мотивацию работать в данной компании. 75% – это, возможно, кресло какое-то удобное, возможно, даже бэушное, или два монитора, или какая-то обстановка, где можно поспать, но самое главное – это некая вера и уверенность в том, что то, что они делают, это не потому, что он получает зарплату, не потому, что он именно осваивает вот эту новую технологию, а то, что он делает, это реально полезно, это реально дает результаты, за которые спрашивает потом счетная палата, вероятно, что это действительно полезно для людей, для этой страны. И вот этот патриотизм, который в России у нас существует в отношении нашей Родины, нашей страны, и того, как мы справляемся с какими-то трудностями, санкциями и так далее, его точно так же сейчас сплочает внутри компании, каждый, я думаю, командная работа во главе с лидерами, которые мотивируют людей на то, что мы делаем, это по-настоящему полезно. Год 22-й, я думаю, даже начиная с пандемии, это годы творчества, вообще эпоха новая совершенно, какие-то линейки старого мира уже не действуют, а новые связаны с творчеством, с подходом, когда то, что ты делаешь, это будет полезно, и ты этим гордишься, этими результатами и так далее. И поэтому мне кажется, что убегать из страны люди не будут, работая в таких компаниях, которые присутствуют здесь, представители, которые действительно делают по-настоящему, государственные ли это системы или для банков, или для каких-то структур, так или иначе они влияют на конечный результат для нашей Родины. И сейчас, кстати, интересный момент, что появление каких-то open-source продуктов с багами, которые заведомо там выдают на экран флажки какого-то зарубежного государства, или внутри комментов там где-то вставлено в скачанном куске open-source кода, или есть еще что-то, это все сейчас тоже сплотило и объединило айтишников и мотивировало работать в компании для того, чтобы бороться вот с этими багами и действительно независимость приобрести от вот этого внешнего мира, который потенциально может нести угрозу и в сфере безопасности, и в сфере того, что что-то где-то кто-то отключит, и вдруг мы тут права нарушаем и так далее. Я считаю, что вот в данной ситуации, наверное, у нас, кстати, из двух слов на тысячи человек, мне известно о фактах восьми, когда люди эмигрировали, сказали, что мы вот там не хотим работать. В остальном никак это не повлияло, и я хотел бы, чтобы, я думаю, что у большинства, я знаю много команд и компаний, где есть такая вот мотивация с высокой верой, с мотивацией на творчество, на конечные результаты, и я думаю, что для нас, для айтишников время пришло. А поддержка, я думаю, от Минцифры точно будет, и я благодарен Минцифре за вот эту инициативу, за ту волю к победе, которая, наверное, еще не привела к конечному результату, куда надо подавать документы на ипотеку, но я думаю, что это произойдет уже в ближайшее время. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова